Друзья, всех приветствую с вами александр заехал на очередной объект ну как обычно хочу рассказать и показать что будет но здесь производится это двухкомнатная квартира панельный дом примерно 80-х годов постройки мне предстоит здесь произвести монтаж установку трех биметаллических радиаторов рефара супрема а также произвести переварку двух стояков холодного горячего водоснабжения значит это большая комната зал как видите вот так выглядит конвектор от застройщика при постройке дома был установлен он не имеет здесь не регулировочной арматуры не байпасов вот подключен он прямотоком так скажем вот здесь нижняя подача и значит для того чтобы быть уверен что прогреется весь радиатор все секции полностью независимости от количества секций подключение буду делать по схеме не сниз эта схема универсальная для тех кто не знает она работает работает значит независимости от направления подачи воды что нижняя что верхняя без разницы вот отличие от бокового подключения где есть вероятность при нижней подачи будет прогреваться только половина радиатора все зависит конечно от циркуляции от скорости протока вот но это нужно иметь ввиду если вы хотите действительно чтобы равномерный прогрев всего радиатора то только не снизу эта схема именно гарантирует такой прогрев будет естественно становится вентиля регулировочный фар я устанавливаю то есть можно будет случае если будет жарко можно будет регулировать любом случае схема она универсальная вот и довольно как мне кажется аккуратная в конце обязательно вы увидите финал моей работы так скажем давайте пройдемся по всем комнатам вот еще значит вторая комната как видите у нас довольно большой оконный проем вот поэтому радиатор будет везде устанавливаться между всего и 350 то есть уменьшен не 500 а именно 350 для того чтобы у нас получился довольно узкий но в тоже время вытянутый радиатор для того чтобы перекрыть как можно больше оконный проем все это будет более правильное подключение так друзья это у нас кухня тоже самое как видите довольно большой оконный проем поэтому радиатор еще раз говорю будут везде будут стоять по центру вот такая у нас красота такие конвектора в свое время наверное это было актуально и особенно не заморачивались сейчас у нас в данном случае другие понятия эстетики красоты и функциональности поэтому опять же стеклопакеты раньше были деревянные окна представьте стеклопакетов наверное все таки имеет необходимость именно регулировка что можно было прикрыть чтобы не было жарко в комнате так друзья ну теперь посмотрим у нас здесь у нас санузел здесь была кабина на самом деле и сломали и правильно сделать действительно это просто необходимо если вы хотите хороший качественный ремонт то первым делом нужно обычно ломать конечно сантех кабины для того чтобы возвести уже новые ровные стены аккуратненько и самое главное удалить пол то есть у кабины имеется свой пол порядка десяти сантиметров и как правило он мешает доступа вот к этим нижним муфтам вот то есть к ним подлезть чтобы их аккуратно вырезать привариться то есть не всегда просто то конечно не только муфты конечно же мы освежаем врезочки вот эти вот поднимаем их выше убираем сгоны вот это самое главное это мины замедленного действия их называют к сожалению они недолговечные и под могут подвести самый неподходящий момент особенно после ремонта раньше у меня такие были прецеденты когда люди были не надо вы нам просто врезки переварите и только горячую воду 1 холодный не надо а потом звонят у нас там течет поэтому это обязательно вот как видите полотеносушитель на самом деле он выполняет две функции первый конечно же для того чтобы тепло в ванной комнате можно было что-то сушить но второе это своего рода компенсатор теплового расширения то есть стояк горячей воды при нагреве то есть он как бы увеличивается вот и чтобы не было у нас нагрузок на сгоны вот на эти вода вот делается именно таким так как я его убираю то есть он уже не отвечать тем требованиям современного ремонта вот просто спрямить конечно же можно но это будет неправильно опять же при расширении все вот это вот нагрузка пойдет по стояку по общему поэтому я рекомендую делать в данном случае именно со смещением то есть как видите за стояками порядка 40 сантиметров вот эти изгибы смещения в стене они будут выполнять роль вот старого полотеносушителя то есть роль компенсатора вот ну делаю естественно я и холодные на самом деле это ничего страшного нет потому что вот как видите горячий полотеносушитель вот такой он был установлен на каждом этаже вот то есть эти изгибы они никак не вредят протоку воды то есть в этом ничего страшного нет а вот то что они полезны это точно что друзья пока принципе на этом все друзья и снова я как и обещал показываю финальную часть свою работу вот то что у меня получилось значит повторюсь подключил я биметаллические радиаторы рефар супрема вот так это выглядит это разновидность монолита то есть более расскажем усовершенствованная конструкция она имеет два вертикальных канала за счет этого чуть больше теплоотдачи ну и плюс нестандартный дизайн подключение я сделал по схеме не сниз эта схема универсальная она работает вне зависимости от направления подачи воды и при верхней и при нижней и особенно актуально как раз именно при нижней подачи как именно так как именно в этом случае гарантированно дает прогрев всего радиатора всех секций независимо от их количества вот потому что если бы у нас при нижней подачи сделать классическое боковое подключение и если слабый проток есть вероятность того что просто радиатор бы не прогревался то есть пол радиатора и все данная схема еще раз говорю она аниверсальная здесь работает физика никаких чудес нет уверяю вас в принципе такая схема именно вход вниз и выход вниз есть в инструкции cry form монолитов радиатора то есть эта схема не мной придумана вот значит принцип работы вода зашла независимости там слева или справа здесь опять же не имеет значения какая подача теплая вода стремится подняться всегда вверх не зависимся от независимо то какой она температура то есть всегда теплую вода стремится вверх так как выход с обратной стороны тем самым она вынуждена пройти все секции вот поэтому получается прогрев равномерный действительно работает есть у меня пример я уже не первый год эту схему практикую есть у меня с тепловизором съемки то есть это все не пустые слова это именно отработанная схема да она сложнее чем просто боковое подключение требует дополнительного времени вот но как мне кажется наоборот она даже выглядит более компактная более аккуратно особенно когда это все покрасится сейчас конечно все это в черновом виде так скажем вот я меняю все подводящие трубы как видите сварку я произвожу в раз труб это тоже не моего не моя прихоть так скажем это рекомендации снипа для того чтобы исключить какие-то зарастания и прочие моменты нюансы во время эксплуатации даже внизу вот видите тоже расширяют трубу то есть у меня сварка в раз труб идет все конвектора если видео застройки также приварены опять же на вот таким способом в любом случае когда все это покраситься они не будут бросаться в глаза зато гарантированно надежно все вентили использую это вентили фар ручного регулирования они универсальны они не имеют направление потока протока то есть даже если вы ошиблись поставили например регулировочный вентиль на обратку ничего страшно все это будет прекрасно работать а плюс не имеет позиционирования штока то есть в отличие от термоклапана который ставится параллельно полу всегда здесь можно ставить классическим барашком вверх вот ну и также он является опять же универсальный запорно-регулировочный то есть можно регулировать температуру если жарко да можно прикрыть или даже на время ремонта полностью перекрыть например чтобы снять радиатор чтобы например поклеить обои так это выглядит еще раз говорю то есть это очень практично и уже давно их ставлю проблем с ними нет очень мощный у них 16 атмосфер рабочая вот любом случае от шаровых кранов давно отказался так как сейчас ремонт и делать люди менять стекло и пакеты ставят то есть просто реально жарко а шаровыми кранами регулировать нельзя для тех кто не знает здесь у нас через уголок фаровский также идет угловой запорный вентиль он называется запорно-балансировочные но функции здесь его в основном только именно когда нужно закрыть то есть он трогается то только в этих случаях перекрыть чтобы снять радиатор на время ремонта например хомотики вот эта фирма не про я использую софти клип называется то есть краситься цвет трубы потом уже не бросаются в глаза очень аккуратно вот эти отводы это не просто так это сделано видите для того чтобы она параллельно стене трубы все ровно красиво было вот так же софти клип помуте еще раз говорю краситься в цвет трубы и потом уже не бросается в глаза но зато нет болтанки нет каких-то шумов снижает единственный нюанс такой схема включения может скапливаться воздух но в системе у нас центральных системах отопления вода подготовленная то есть там воздуха фактически нету единстве что в начале отопительного сезона нужно сбросить воздух но уверяю вас это несложно вот есть кран маевского вообще у нас в отопительный сезон негласный запрет то есть просто так уже не от меня отключат ну только если авария какая-то то есть фактически нужно это сделать сброс один раз в отопительный сезон и уже до конца до весны в этом необходимости нет зато еще раз были такая схема на компактная гарантирует прогресс всего радиатора то есть как мне кажется самый оптимальный как раз вот в нашем случае давайте пройдусь сразу покажу остальные радиаторы вот вторая спальня то же самое видите радиатор можно было поставить и 500 к всего и но тогда бы был бы перерасход то есть задача сделать как раз именно вытянутый радиатор то есть побольше секции но поменьше вот по высоте 350 но в длину побольше для того чтобы как можно больше перекрыть оконный проем тем самым создается тепловая завеса то есть это более правильно с точки зрения теплофизики так скажем да у нас окно самая холодная зона так скажем или вы там например на про ветром не открыли то есть таким образом тепловая завеса немножко подогревает свежий воздух чтобы стекла не потеря опять же в любом случае это более правильно вот как данном случае у нас например кухня но она метров 11 здесь можно было поставить наверное и 6 секций ну или 8 да я поставил все равно 10 так как оконный проем почти два метра даже визуального смотрится такой радиатор более правильно так скажем в любом случае здесь у меня установлен еще раз говорю вентиль фар это вентиль универсальный то есть им можно будет прикрыть если будет очень жарко регулировать температуру хомутик обязательно все параллельно стене чтобы было ровненько аккуратно вот собственно то что получилось вот решать конечно вам но как мне кажется даже такое подключение нам более интересно чем просто боковое подключение так друзья ну с этим понятно теперь давайте посмотрим что у нас по стоячкам и на снабжении такая у нас красота получилась как видите стоячки со смещением переварено где-то у нас порядка 40 сантиметров от воды подняты вверх то есть теперь можно вниз пожалуйста ставить фильтр грубой очистки счетчики то есть формировали формирование узла воды есть место не надо так скажем куда-то вниз лазить вот свежие опять же в резочки в резочки освежил здесь установлены краны дисковые затворы это не шаровые краны то есть визуально как бы похоже на самом деле это другой тип кранов они значит в отличие от шаровых кранов не закипают то есть кому кто тем кто не значит большая проблема шаровых кранов что если их не трогать и со временем закипает их невозможно будет открыть или там закрыть вот эти краны они как бы этим не болеют эта компания rb называется дисковый затвор у них 16 атмосфер рабочая вот я уже года два их ставлю лично у меня проблем с ними не было ставлю как раз на вводные холодно-горячую воду также они позволяют регулировать проток то есть у них такой плавный ступенчатый ход очень приятный даже для тех кто забыл или любит порегулировать пожалуйста шаровыми кранами строго запрещено регулировать опять же за конструктивных особенностей ручка алюминиевые такие маленькие аккуратненькие в общем теперь по поводу смещения как я говорил это даже полезно дело в том что у нас был старый полотенцесушитель он выполнял роль компенсатора при тепловом расширении удлинение труб горячего стояков то тем самым мы как бы имитируем опять же делаем получается компенсатор небольшой вот если бы варить по прямой просто спрямлять как ноги делать это как раз было бы неправильно и вся нагрузка бы шла бы вот по стояку то есть этот способ он самый оптимальный ну что друзья в принципе на этом все спасибо всем за просмотр до новых встреч с вами был олег сан свар